У меня кружится голова. Как видно, это вы переживали все это в течение месяца. И но если вы будете продолжать так двигать, вы снова сломаете. Мне нравится, когда ты так злишься. Мне больно. У меня болит рука. Ведь я тоже упала с мотоцикла. Мотоцикл, мотоцикл. Я должен починить его. Даже не думайте обо мне, потому что я не собираюсь вам помогать. Нет, нет, я не думал. Я думал о твоем старике. Вы его не позовете? Нет. Позвольте мне. Все в порядке. Я мачи, и я беру ее на себя. Прекрасно. Здравствуйте, кто говорит. Здравствуйте. Возьмите, возьмите. Нет, я не буду говорить. Говорите. Привет, папа. Да, как дела? Выслушайте меня. Здесь есть кто-то, кто хочет с вами поговорить. Здравствуйте. Если бы я позвонил вам по поводу ремонта мотоцикла, но я не смогу отвезти его в мастерскую, вам придется приехать ко мне домой. Вы видите, что он узнает вас и убьет? Хорошо. Ну, по крайней мере, у меня есть время помолиться. Здравствуйте. Да, чтобы записать. Ну, я скажу вам адрес. Ну, запишите. Я не сяду на мотоцикл. Мне дали этот адрес, и оказалось, что это ваш дом. Если я поймаю того несчастного, нужно быть дураком, чтобы шутить так. Это будет возможно? Мне лучше его не находить, потому что я убью его. Вы уже нашли его папа. Посмотрите. Позвольте представить вам. А почему? Вы выдали себя за другого. Нет, вы знаете, в чем дело. Я только что снял свой шейный бандаж. Я не сумасшедший, чтобы починить вам мотоцикл. Пожалуйста, будьте милы. Нет, даже не мечтайте об этом. Это очень опасно. Вы очень опасны. Позвольте вас обнять. Как долго его не видели. Дедушка не хочет, чтобы я починил мотоцикл. Нет. Пойдемте. А теперь ушел. Подумать только, что благодаря этим двум бессознательным мы почти стали родственниками. Вот оно что. Я хочу сказать одну вещь. Почему бы вам не прийти сегодня вечером на ужин домой? Конечно, со своими дамами. Папа, мама не может помнить. Потому что у нее грипп. Но это было около месяца назад, детка. Пожалуйста, мы с огромным удовольствием придем. В девять вы не против? Я не против. Простите меня, мой милый покровитель. Что происходит? Если Бенджамин знал маму, он больше не будет любить меня. Вы это понимаете? Не волнуйся, малышка. Ты никогда не станешь такой уродливой. Большое спасибо. Если хотите кофе, приготовьте сами. Не бейте его. Ты знаешь, Веня, я забыла тебе сказать. Да. Моя мама хочет с вами поговорить. Со мной? Я не знаю. Я думаю, что это что-то важное. Ну, я надеюсь, что когда я пойду, твоего старика не будет. Потому что я не собираюсь снова класть голову на моржа. Нет, нет. Успокойтесь. Этого не будет. Здравствуйте, как дела? Как у вас дела? Хорошо, хорошо. На самом деле, вроде того. У вас какие-то проблемы? Да. Сядьте, устраивайтесь поудобнее. Ну, для начала, что вы скажете мне, правда? Вы любите мою девочку? Конечно, я люблю ее. Конечно, я ее люблю. Как далеко? Как далеко? До небес и обратно. Очень хорошо, очень хорошо. И допустим, что она что-то сделала с вами, маленькая хитрость. Ты бы не стал продолжать любить ее? Да, конечно. Вы уверены? Да. Вы очень уверены? Да, конечно. Вы взваливаете на меня груз. Почему? И потому что, да, что-то в этом было заметно, что я могла говорить. Сейчас, сейчас да, сейчас да. Теперь я могу говорить. Рената, Рената. Что, любовь моя? Ваша мама – это вы? Да, это я. Нет, прекратите, не сердитесь, пожалуйста. Нет, нет. Я никогда не прощу тебе этого, детка. Чего ты хочешь? Я хочу знать, почему вы выдали себя за свою старуху. Послушайте, я люблю вас. Я так сильно люблю вас. Пожалуйста, простите меня, хорошо? Я люблю тебя. Ну, ну, остановитесь, остановитесь. Что ты уходишь? Да. Я собираюсь запереть дверь, чтобы никто нас не увидел, когда я буду целовать вас. Спасибо, что простили меня. Нет, но если бы это было не так уж и важно. Было бы хуже, если бы я узнал, что вы так себя чувствуете, и понимаете ли вы себя? Увы, я знаю, что ударил вас за это. Спасибо. 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 Продолжение следует...